Привет, друзья! С выходом гибридной М5 поклонники бренда ожидают ясности по поводу дальнейших планов BMW в отношении двигателей внутреннего сгорания. В условиях ужесточающихся экологических стандартов и растущих налогов на крупные моторы, компания находится перед серьезной дилеммой, как сохранить свою идентичность производителя высокопроизводительных автомобилей, не нарушая требований времени. В Европе, например, строгие нормы выбросов CO2 вынуждают автопроизводителей пересматривать свои стратегии. Пример Ирландии, где новый М5 дешевле М3 из-за различий в налогах на выбросы, иллюстрирует, насколько сложной стала ситуация для брендов вроде BMW. Стартовая цена М5 в этой стране составляет 137 тысяч евро, тогда как за М3 покупатели платят 151 тысячу евро. Эта аномалия заставляет задуматься, как экологическая политика влияет на рынок спортивных автомобилей. США, напротив, демонстрирует более мягкий подход к законодательству, что создает возможности для сохранения V8. В этой связи вопрос о том, почему BMW не предлагает М550i с чистым V8 для таких рынков, кажется еще более резонным. Существование электрического i5-M60 в модельном ряду указывает на стремление компании диверсифицировать свое предложение, но отсутствие бензиновой альтернативы может расстраивать традиционалистов. Пуристы, которые ценят спортивные характеристики, часто выступают против сложных гибридных систем, утверждая, что они добавляют лишний вес и снижают управляемость. Гибридное оборудование увеличивает массу нового M5 на 400 кг, доводя общий вес автомобиля до уровня в 2435 кг, что явно сказывается на динамике. Сравнивая цены, можно понять, что М550i мог бы заполнить важный пробел. Разница между 540i xDrive, который стоит 66 375 долларов и новым M5 с его ценником в 120 000 долларов, составляет значительные 54 000 долларов. И М550i с V8 мог бы стать идеальной альтернативой по цене около 85 000 долларов, обеспечивая спортивные характеристики, не выходя за рамки бюджета покупателей, которые хотят что-то между пятеркой и M5. При этом будущее V8 остается неопределенным. По словам Франко Ван Милла, руководителя подразделения M, гибридная технология останется важным элементом стратегии BMW. Но он также подчеркнул, что V8 сохранится в линейке по крайней мере до конца десятилетия. В то время как на некоторых рынках более жесткие требования к выбросам фактически закрывают возможность выпуска чисто бензиновых моторов. США остаются одним из последних рубежей для таких моделей. Пока у BMW есть возможность предложить M550i в регионах с более мягкими экологическими нормами, компания может столкнуться с дилеммой. Такой автомобиль может стать успешным, но также и подорвать продажи M5, что потребует точной маркетинговой стратегии. Более того, слухи о появлении M560i с гибридной системой на базе шестицилиндрового мотора B58 уже начали циркулировать, но официального подтверждения этих планов пока нет. Таким образом, несмотря на интерес к гибридным и электрическим технологиям, у традиционного бензинового V8 все еще есть своя аудитория. С учетом растущего интереса к экологическим моделям, это может быть последний шанс для BMW выпустить пятерку с чистым V8. Решение компании будет отражать не только ее приверженность традициям, но и способность адаптироваться к вызовам будущего. В последнее время автомобильная индустрия все чаще обращается к агрессивному дизайну, стремясь привлечь внимание покупателей. Однако Volkswagen выбрал иной путь, который акцентирует внимание на дружелюбии и оптимизме. В интервью журналу Top Gear глава дизайнерского отдела Volkswagen Энди Минт заявил, что в более дружелюбном дизайне нет ничего плохого. «Я считаю, что большинство людей не хотят быть самыми крутыми или выглядеть агрессивными на публике», — отметил Минт. «Они хотят иметь стильный внешний вид, сохраняя при этом радость и оптимизм. Какой смысл быть агрессивными? Наша философия такова — быть хорошими парнями». Это утверждение является ключевым философией компании, которая стремится создать автомобили, отражающие положительные эмоции и стиль, а не агрессию. Современные спортивные автомобили, как правило, имеют злые фары и массивные решетки радиатора, создавая впечатление мощи и устрашающего характера. Однако Volkswagen, анализируя предпочтения своих клиентов, пришел к выводу, что большинство людей не стремится выглядеть агрессивно. Они ищут стильный и современный дизайн, который внушает доверие и позитив. Таким образом, дизайнеры Volkswagen нацелены на создание автомобилей, которые будут не только функциональны, но и визуально приятными. Последние модели Volkswagen действительно соответствуют этому подходу. Например, внедрение элементов ретро-дизайна в электромобиле ID.Bus является ярким примером этого подхода. Этот автомобиль сочетает в себе элементы, привычные для бренда, и в то же время вызывает ощущение дружелюбия. Кроме внешнего вида, Volkswagen также обращает внимание на качество интерьеров своих автомобилей. Ранее использование дешевых пластиковых материалов могло подорвать общий имидж бренда, но теперь компания делает акцент на улучшение качества. Как отметил дизайнер, Volkswagen намерен отказаться от недостаточно качественных отделочных материалов в пользу более дорогих и эстетически привлекательных. Это решение не только повысит качество автомобилей, но и позволит создать атмосферу комфорта и уюта для водителей и пассажиров. Компания также активно работает над расширением своего модельного ряда, включая ожидаемую электрическую версию GTI, которая обещает быть более захватывающей в управлении. Это подчеркивает стремление Volkswagen к инновациям и адаптации к современным требованиям рынка. Таким образом, Volkswagen следует своей уникальной философии, которая акцентирует внимание на дружелюбии, комфорте и высоком качестве. В условиях, когда агрессия и показная крутизна становятся все более распространенными, компания делает ставку на позитивный имидж, что возможно откроет новые горизонты восприятия автомобилей, как средств, которые могут приносить радость и позитив. Друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. А у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok